Вечер. Сегодня у нас уже какой-то марта, середина марта, 15-е число или 16-е или сегодня. Переставили нас на плиты, будем возить плиты. Вчера я добрался нормально, хоть и гололед был, зимник был закрыт. Зимник сегодня с обеда открыли. Ну, я пока до обеда отходил немножко. Вчера приехал, въебал водочки маленько, с мужиками, с коллективом. Ну, нормально, под закусочку. Плов был, покушать так нормально. Сегодня у нас с всем коллективом, всеми нашими самосвалами, Газпром переставил на плиты. Будем возить плиты туда же на Мисояху. То есть, немножечко пришлось сегодня с будуна поковыряться. Кузов прибрать немножко, потому что возили такие, типа, ящиков с железяками. Там все равно снег нападал, налип. И немножко щебенки еще спереди у меня осталось. Потому что плитам надо ровную поверхность, чтобы не сломать. Немножечко я сегодня поковырялся, подолбил, поколотил. Кузов идеально чистенький. Брусочки постелил, то есть подготовился. Время уже у нас вечер, без 10.08. На завтра штурмовое предупреждение, но вроде как все мужики поехали. Я думаю, что я тоже поеду. То есть, мы вот стоим на загрузочке, там кран. В общем, что, блядь. Паленку пить не стоит, я больше пить ее не буду. Лучше я немножечко пивка пока домой не приеду. Допустим, будет выходной день, лучше я пиво попью маленький. В общем, вот я обновил гардероб у себя здесь. То есть, колбаска, сигарета, медитарка, чай, кофе, сахар. Так как он, без тушенки, как говорится, никуда. И спинка у меня. Ну, майонез, это понятно. Тут у нас паштет шпрот, пусть он будет заделываться. Здесь пружина, та же самая, да, тушенка. Ну, здесь дошраки, это на случай войны, опять. Ну, я знаю, что-то к чаю, я, конечно, печенье не кусаю, это не знаю, так. Ну, чтобы было, как говорится. Ну, это нормально, но у меня еще в другом загасничке. Еще она у нас. Ну, что ты, Наташка, все, она у нас встала. Все, мы здесь снова чистим. Ну, вот там у меня под спальником еще с дома. Что у меня стало, стало? Вот, каша в банках, ну, она, конечно, не такая, консервант, конечно, блядь, она. С мясом, но она, короче, так, когда в натуре уже жрать будет нехуй, где-то там застрянешься на неделю. Можно достать потом каши висовые заварные, потом макароны, супы в пакетах. Это чисто конкретно. Вот как мы тогда стали с мужиками? Метель, три дня. Просили, да, я просто уже кушать хочу, я сейчас готовить начну. Чего-нибудь пожру. Так, бутерброды до чая, наверное. Вот, появлено лампой, кипятили воду, потому что у меня и баллон, и все на свете кончилось. Здесь газ плитка. Сейчас я все затарился, все нормально. Далеко. И вот что-нибудь можно тут приготовить. Ну, не знаю, я сейчас загружусь. Время, наверное, будет около, с оформлением бумаг, около десяти. И, может быть, чуть больше. И я, наверное, поеду до первой стояночки, там лягу спать, посплю. А утром уже поеду. Потому что дома оставаться нельзя, и обязательно на кироказис, мне лучше выехать. Вот. Сейчас я снимусь уборочкой, я немножечко сделаю тут уборочку. Вот такую маломальскую. Вот, крылашку забыл убрать. И все. И я встал на загрузку, и будет видно. Ладно, пока. Кто работает? Это Романыч. Романыч, дай интервью. Мы, говорит, сначала поглядим, а потом его зажарим. Короче, Романыч у нас уже намахнул, никуда он себе не собирается. Вот он подогнал массу и говорит такую хуйню мне, блядь, говорит. Я сейчас, говорит, нахуй там мой, увезешь меня намазить туда. А потом, говорит, обе машины загрузишь. Сой, сесть нет? Потом позвонишь. Я тебя курочкой жареной покормлю. На курочку, думаю, я курочку. То есть, надо обе машины мне сейчас подгонять, подгонять. Загрузить сначала его, потом свою подогнать. И намазить за ним опять съездить. Потом я у него покушусь, заправлюсь. На завтра плюс три, штурмовое предупреждение, блядь. Пока минус четырнадцать. Будем уходить воздухом. Воздухом. Ты утром поедешь? У нас пидометры 120, разрешите, взлет. Начинаем. Я нахуй вчера попил, мне хватило. Я ебал, я больше пить не буду, я тебе говорю. А я за школу не пил. Последний раз, блядь. И то, чисто символически, я тут привез сюда, отказался, блядь, машину, блядь. Мне он так еще, на следующий день. А, приехал в Катай, и меня вот что-то с машиной-то делал. Я это... И еще, да? Нахуй, водку больше не буду, ебал. Ну, что, поехали тогда? Проведу я, ты здравь твоего ума за, блядь. Ну, что, так тебе, номера играющих. Немера играющих, а где так пусть будет? Я, этот. Я вот, между прочим, ехал, пожалуйста. Чтоб не курить. И этот. У меня три сигареты варить, чтобы в одну сторону. Не, нахуй, я не курить не могу. Ты чё? Я не курить не могу. Не, ладно, ну, загоняю. Вот, 48 километров. Пьяный. Сигаретку. Концветку беру. Сто четвертый километр. Нет. Третью сигарету я... Романович, по чесноку, может быть, остаться ночевать, да нахуй, завтра, если закроют зимний. Хули там сидеть до три дня. Опять такая же. По обстановке, так, по воду, бусинь. Такая же, куняет. Будем уже следометр смотреть-то. Какой-то пуль речный раз дергаться-то. Чё, вот, показывать нам? Мы же не будем ползать-то, блядь, так, черепахи-то-то. Ну, и да, поехали сюда. Сильно, блядь. Концветку заточить. Ммм, вкусные барболиски, что ли? Хуй его за что-то. Ладно, пока я кушаю. Он уже туда, он уже туда сел. Я за руль, блядь. Блядь, он ни хуя не нагрелся? А почему? А чё, я в ковчу туда поехал? Где у тебя ручник-то? Ну, я не стал. А? Хотя, ну... А, вот, на себе. Вот, я говорю, здесь ещё вот эти два мана. А это уже здесь, моё? А, ну, вот он, вперёд уже, блядь. Ещё перед нами твоманом, вот, блядь. Так. 50. Первый, блядь. 751. Ну, вот этот, сороконожка ещё, видишь, стоит. Вот этот, по-моему, славян, блядь. А, молодой Серёжка тоже не загрузился, что ли? Тот, да, он, в жённости. Он выехал уже с территории. А, это? 5, можно. Это на 5 тут. Он держивает зелёный вагончик, славян. Ломен. А, мы с УВК поменяемся машинами, хотя бы наоборотный путь. А? Поменяемся когда машинами? Наличь? Ну. Видел, если я водила, хули, мне безразницы на какой машине есть. Так мне там кончимент. Так же? Да, он распоряется. Стомбан, стомбан. Газпром, блядь. Ну, хорошие конфеты слушай. Ладно, а ты в первую-то я загружу. И всё. Потом уже свою. А за тобой пока сезжу, пока грузят. Да, просто её отгонишь, да и всё. Нет, за тобой сезжу. А, до угрозят пока твоя вода. Ага. И там, ну, малыш. Я там, по-моему, по-моему, проходил. Документы всё равно, говорит, после 12. Нет, после 12 документов. Пока документы, пока заправлюсь. Я говорю, смысл ехать. Блядь, тут чё, тоже всё в плите, Романыш? Да, это всё, что-то реально так. С обеих сторон. Да, тут три ряда ещё. Ладно, всё, пока всем. Безу Романышка, пьяного. В общем, вот. Время у нас. Час двадцать семь. Я только, получается, заправился, оформил бумаги и выехал за КПП. Припарковался. Часто с бутербродами попью чай. Протрую там пол. На этом заправщик сидел. Всё, разденусь в том же самом порядке. И, наверное, поеду, не знаю, сколько-нибудь проеду. Потому что завтра, говорят, опять будут везти огромную бочку. Закрывать будут зимний. То есть мне завтра по-любому там сидеть. Можно, в принципе, переночевать завтра, ползти потихоньку. Но на завтра обещают плюсовую температуру и штурмовое. Мне будет тяжело подниматься. Погода у нас не сильно вроде давит. Двадцатку показывает. В принципе, самое то. Исключительно. Ладно, в общем, я тогда пока перекушу и поеду. Всё, пока. Слышить-то, ты чё? Сейчас уже на фен не надо надеяться. Сейчас котел и печку тихонько включай. И машину не глуши. Потому что хуй его знает, наверное. Так, время уже полчетвертого. У меня осталось восемь километров до стоянки. И я там спать, наверное, буду. Лягу посплю часа два-три. Потому что я днём кемарил на загрузке. И как бы до выходной вчера отдыхал. Так что... Ну, как выходной. Я вечером только приехал. Именно в виду, что выспался. В ванну страдил. А сейчас лягу посплю, наверное. Идёт тяжеловато. То есть, на мелкие сопочки я на пятой поднимаюсь. А в горке четвёртая-третья. Спускаюсь на второй. На второй с тормозами по обочинке. Как бы запас ещё есть у меня. Потому что погода как-то такая не сильно. Удачная погода. Не метёт ничего. Нормально. То есть, беру краешком. Весь тоннаж, получается, максимально у меня наседло даёт. Удачно. То есть, телега не пихает. Ничего. Всё ровненько. И когда спускаюсь, допустим, я на третий первый пошёл спускаться. Решил проверить, как вообще сцепление. То есть, смогу ли я, допустим, если что-то. Нажал на тормоза, как бы плавненько. Он, значит, начал замедляться на спуске, когда я спускался. Это плюс. Значит, у меня ещё запас есть немножечко. Тормозного пути. Значит, даже если я где-то не поднимусь, то он на ручнике должен устоять. Так что, дай бог, всё нормально. Сейчас доеду, спать выложится. Повороты заходят тяжело. Ебало. Не поворачивать никоя. Да, у меня, как всегда, тут трудняк. Непонятно. 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 Ладно, я доехал. Усё, я на стоянке. Я лёг спать. Доехал до стоянки. Время 3.46. Нормально. Чё за пятна тут такие, чё-то когда-то капало, видишь. В общем, всё, я на ночлег. Немножко отдохну и всё. Ну, как проснуть, короче. Два-три часа. Два-три часа. Больше, наверное, не смогу я вспомнить. Всё, ладно, завтра, в принципе, я прошёл подъёмы такие серьёзные. Осталось у нас два подъёма. Один вот, на который у меня встал последний раз и смог подняться. И в лесочке тот самый заподлянский, 90 градусный. В принципе, всё, да. Тяжело, конечно, идёт машина, но ничего страшного. Потихонечку я иду. Потихонечку, потихонечку. Чё-то тут пятна такие прям, откуда они все есть. А, так они убираются. Нет, их надо будет почистить потом. Ну, ладно, это всё в Тюмени потом. Всё, спокойной ночи. Всё, спокойной ночи.